Для чего предназначено учение Будды? Что происходит с человеком, который ступает на путь и следует учению Будды? И к какой цели стремится человек, ступая на путь Дхармы? Вообще говоря, учение о просветлении, учение Будды уподобляется лекарству. Лекарство обладает силой избавления от болезни. Если доктор правильно подбирает лекарства, эти лекарства способны освободить нас от страданий, связанных с болезнями нашего тела. Точно так же даруемое учение, учение о просветлении Дхарма обладает силой освободить ум от болезней, от трех ядов и пяти ядов, от омрачений клеш. Таким образом, Дхарма – это своего рода устраняющая болезнь лекарства. Говоря о том, для чего необходимо вступить на путь просветления и для чего входят во врата учения, для этого используется следующий проясняющий пример. Когда кто-то решает заняться торговлей, он приходит к пониманию того, какие это благо за собой повлечет. Целью торговли является получение прибыли, получение определенных благ, накопление определенного богатства. Обретя такое богатство, человек становится способным приносить пользу себе и другим. Подобно этому, входить во врата учения нужно также с пониманием того, какие блага это принесет. Будда говорил, что нельзя просто верить слову учения, а необходимо самому самостоятельно все исследовать. И в этом смысле, под исследованием подразумевается изучение учения о просветлении, трепетаки, трех корзин, винаи, сутры и апхидхарма, слово Будды. Речь идет также о том, что в данном случае плодом учения о просветлении будет способность освобождения себя самого и других от страданий сансары, от круговорота страданий. И для того, чтобы освободить себя и других, для того, чтобы принести пользу себе и другим существам, именно для этого необходимо вступить на путь учения о просветлении. Если этого не сделать, то тогда невозможно будет свершить два вида достижений. Временные достижения, к которым относятся достижения состояния людей и богов, и абсолютное достижение или окончательное достижение, к которому относятся достижения состояния полного просветления или всеведения. Таким образом, именно для этого необходимо вступать на путь просветления. Необходимо знать, в чем состоит смысл вхождения во врата учения. Субтитры создавал DimaTorzok